Заплатите всего 25% от суммы, и новое платье сразу ваше. А дальше оплачивайте его равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. ДО-ЛЯ-МИ. Это сервис для оплаты частями, без комиссии и переплат. Все действия в одном приложении, всего в пару кликов. Установите приложение ДО-ЛЯ-МИ и оплачивайте покупки частями и без переплат. Мы едем делать чисто корейский маникюр у русского мастера. Качество фиговое, пойдет нормально. Большая, очень антисанитария. Да, это реально кусок камня на моих ногтях. Это будет, наверное, самый интересный мой маникюр. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья. В общем, ситуация какова? Ситуация такова. Я подумала и решила, что раз уж я в Корее, то мне нужно сходить на маникюр. Но не на простой маникюр, потому что просто на маникюр в Корее я уже ходила. А сходить на корейский маникюр к русскому мастеру. Как все начиналось? Когда я приехала в Корею, я сказала моей подруге Маше, что мне очень нужно сделать ногти, потому что мои к тому моменту были в отвратительном состоянии. И она мне сказала, ну ты только не ходи к кореянке. Я такая, почему не ходить? Я ходила, мне сделали все нормально. И она как раз таки сказала, по приколу, ты сходи лучше к русскому мастеру, потому что тебе наверняка будет интересно узнать какие-то моменты, о которых ты не сможешь поговорить с кореянкой, ну ввиду того, что ты просто не говоришь на корейском. Ты, это я. И я сказала, ну тогда мне нужен точно какой-нибудь хороший мастер, который долго работает в Корее, который здесь уже очень-очень давно живет, чтобы я могла с ней поговорить и чтобы она могла мне рассказать, а что у них не как у нас. И в этом видео мы будем обсуждать тренды, в чем отличие, почему, например, у нас работают в перчатках, а у них не работают в перчатках. Мы с вами поднимем все те вопросы, которые вы задавали мне в комментариях в прошлом видео, где я ходила в салон в Корее к корейскому мастеру, потому что вопросов было очень много, да. Ну погнали на маник в общем. Собственно, сегодня мы едем сейчас к русскому мастеру маникюра, который работает в Корее. Я очень хочу с ней пообщаться. Вот Мария к ней постоянно ходит и посоветовала меня как хорошего специалиста, поэтому сейчас мы едем делать чисто корейский маникюр у русского мастера и заодно спросим про особенности, чтобы понимать, чем отличается на самом деле русский маникюр от корейского. Блин, я на самом деле даже не знаю, что скажет мастер, который меня сейчас увидит, когда я приду к нему со своим фирменным авторским. Вот это вот ugly make-up, ой, господи, ugly nails, hip, edition, лиса в мне, пап, все-таки, так сказать. Насколько ты думаешь, как ты думаешь, она будет в шоке сейчас от всего? Или она человек-культурой и не будет? Она человек-культурой и не будет. Ладно, нам подходят. Все, мы приехали, сейчас заходим. А здравствуйте, здравствуйте. Разуваемся, да? Хорошо. Судимся. Удобно. Ну, стул такой, царский. Все для удастого клиента. Супер. Я прихожу в салон, и, соответственно, я вижу вот этот вот потрясающий кабинет. Здесь я, естественно, сразу отмечаю, что те же самые инструменты, они абсолютно не как у нас. Сэмплы не как у нас, да сами лаки. Я такие гель-лаки у нас не видела вообще абсолютно ни разу. Какие красивые штуки, какие красивые цвета. Видите, как сильно сэмплы отличаются? Даже тут они такие полукруглые. У нас они, конечно, всегда более вытянутые. Вот есть варианты маникюра, какие возможно сделать. Это вот прям вот то, что сейчас очень модно в Корее. Я думаю, не трудно догадаться, какие я выберу. Даже с шашкой что-то есть. Вот такой вот столик в кабинете. Здесь, собственно, все вот как в лучших традициях у нас. Вытяжка, удобная штука. Здесь лампа стоит. Здесь тоже зарядка. А, это зарядка? А вот это вот очень здорово. Кстати, у нас в салонах я вот сколько ни была, ни разу вот такой вот удобной системы не видела. И, соответственно, вот я вижу все маникюрчики. Ой, аппараты. Сухожар. А как у вас называется? Нет? Сухожар. А вот он, кстати, лежат. Подсказка. Я, честно, не знала, какой я хочу маникюр, потому что мне было абсолютно все равно. Ибо мой любимый выглядит как-то вот так. Ну, просто обгрызанные вкусные ногти. И что вы мне сделаете? Но мне было интересно посмотреть на самый модный именно в Корее сейчас маникюр. Поэтому мне посоветовали сделать что-то вроде минималистичное, но с какими-то прикольными элементами. Спойлер, мне будут делать маникюр с камнем. С камнем. Ну, типа, вот, с камнем, потому что это сейчас в Корее очень сильно модно. Да, мягкий квадрат, все верно. Потому что короткий очень. И вот максимально вот что-то актуальное сейчас именно вот в Корее. Пока мы пилим ногти, я решила порасспрашивать мастера на разные темы. Пока снимаем мои вот эти вот остатки, было роскошь, конечно. В том году приезжала в Корею, когда я ходила на маникюр прям вот корейскому мастеру. Она даже по-английски не супер общалась, хотя у нее было написано, что они работают с иностранцами. Но, в общем, было прикольно. Я когда снимала видео, у меня практически все комментарии были о том, что у мастера нет перчаток. И вот мне было интересно бы с вами на эту тему немножко поговорить о каких-то, знаете, различиях. А у них даже в больницах нет перчаток. Когда я практически сломала себе палец, я побежала в больницу. Действительно, хирург, когда меня принимал хирург, то есть у меня кровоточит вот этот вот ноготь. Я истекаю красной жижей, а он трогает меня абсолютно, да, без перчаток. Просто вот какую-то там ватку взял. Ну, это же Азия, у них везде немножко вот другое отношение к этому. Ну, в плане маникюра, да, в перчатках есть тот, кто работает, но этих людей очень мало. В основном до сих пор еще. То есть щипчики одни вот на весь день. Перед тобой они попшикали спреем. Да, так и было. Спиртовым, да. Пилка тоже после следующего клиента, который отряхнули после другого человека. Ну, не могу сказать за всех, но большинство мастеров, к сожалению, работают так. Большая очень антисанитария. Но насколько я еще знаю, что в первую очередь отсутствие перчаток, это же для мастера вредно. То есть это не столько проблема клиента, сколько может быть у мастера что-то. Или это 50 на 50 абсолютное утрие. Раньше работали, в принципе. Я очень давно работаю, когда еще гель-лака даже не было. А, еще со времен, когда все опиаи вот этого использовали, конечно. Тогда мы тоже не использовали перчатки. Ну, все равно не стоит же на месте, все разбивается. Ну, конечно, сколько всего появилось. Тогда замачивали руки в ванночку, чтобы делать маникюр. Никто не знал об аппарате. Точно, точно, точно. Ты же сначала приходила, засовывала руку вот в эту мыльную жижу, распаривала руки-ноги. Только потом уже приступали к обработке. Да, действительно было так, да. А кореянки приходят или в основном русскоязычные к вам ходят? Нет, у кореянок, да, только мои знакомые. С кореянками немножко там тоже свой у них все равно, хоть я и делаю стиль, но сама техника работы, очень много вопросов, почему так, а почему по-другому. Они не понимают, да, например? Да, и поэтому, ну, зачем мне себе жизнь усложнять? Абсолютно никакого смысла. Да. А в чем вот прям вот самое вот отличие именно в подходе, например, нашего маникюра, который привыкли делать наши девчонки и вот кореянки? Что их больше всего шокирует, скажем так? Шокирует наших или кореянок? А я по-другому. Ну, наших шокирует то, что, во-первых, покрашено где-то неровно, да. А, ну да, что-то затек, не дай бог. Не близко к кутикуле. Да. А у нас же любят даже некоторые вот так вот кутикулу. Они с отступом, да, допустим. Некоторые вот, у меня девочка не так давно приходила, рассказала, что ей начали чистить кутикулу, даже ее не сдвинув от ногтя. Ну, отличия такие, как бы, да. Именно в самой технике в подходе. То есть не просто, ну, грубо говоря, как вот когда ребенок берет себе красить ногти, он там даже не думает, что нужно что-то подвинуть, взяла, намазала. Видите, у нас, в общем, самое главное отличие это качество. Это правда. Ну, это все знают, что, да, наши мастера, они как бы, да, во всем мире, в принципе, признаны, потому что мы делаем очень-очень. А у них на качество не закрывают глаза. Главное, чтобы было красиво. Милый дизайн, да. И дизайн блестел. Блестит красиво, качество фиговое, пойдет нормально. В какой-то момент я рассказываю о том, что до моего путешествия в Корее я была в Японии. И, в общем, я рассказываю о своих впечатлениях, что вот я давно не была в Токио, что мне там очень понравилось, что было классно. И то, что я обратила внимание, то, что по какой-то причине именно в этом году, когда я была в Японии, хотя я много раз там была до этого, я обратила внимание, что реально очень много людей с креативными окрашиваниями, с креативными стрижками. Это прям очень сильно бросалось в глаза. И даже, о боже мой, шок-контент. Я заходила во всякие а-ля модные японские токийские места, я видела даже людей с татуировками. Причем, прям, ну, типа, вот здесь вот. Хотя в Японии с этим достаточно строго. Это было очень прикольно видеть людей, которые выглядели очень необычно, очень неформально, с татуировками в Японии. Вот просто мне это, честно, очень сильно взорвало вообще весь мозг, потому что это сильно отличается от той картины мира, которая была в 19-м году, когда я последний раз была в Токио. И, в общем, я об этом рассказываю мастеру, делюсь. И дальше она там слушает о том, как я в восхищении от их всех этих причесок, от их креативных окрашиваний. Она такая говорит, ну, значит, в следующем году в Корее это тоже будет модно. Я была абсолютно на все 100 миллионов тысяч процентов уверена, что сейчас в Азии тренд-сентром является Корея. А вот вы сейчас сказали то, что в Корею из Японии очень многие тренды переходят. Я, честно, почему-то всегда думала, что от обратного идет. То есть появляется в Японии, потом из Японии это адаптируется под Корею. В Японии, да. Год назад я вот наблюдала там за этими дизайнами, потом они стали сейчас трендом здесь уже. А потом китайцы тащат у корейцев. А, то есть сначала японцы, потом корейцы, потом китайцы. Вот так вот это идет прямо. Потом Китайцы, Тайвань, вот это все, а Мир за Кореей. Я этого не замечала до этого, потому что, ну, мне наоборот казалось, что вот Корея, она лидер всего этого фэшн, все тренд-сентры. А оказывается, просто японцы, видимо, они в этом не пиарятся и в этом, ну, они просто что-то делают и все. Просто, ну, это вообще всегда было. Всегда было, да? Всегда было, просто так, как сейчас Корея тренди во всем мире. Никто об этом не знает, это же никто не отслеживает. Никто даже не думает об этом. Не об этом. А я почему заметила, потому что я, соответственно, слежу, отслеживаю дизайн и мониторю, это как насмотренность. Что было самое популярное. И я что-то как-то не очень поняла этот прикол, но потом я поднимала тему, в том числе с моими корейскими подругами, с той же самой Кёнхэн, и она сказала, ну, да, типа, а почему ты так удивлена? Не знаю. Ну, короче, я не знаю, может быть, вас эта информация не шокирует, но меня она, правда, очень сильно удивила. Я этого не знала. Много раз была в Японии, я много раз была в Корее, в целом я знаю и про одну страну, и про другое, я специфику очень хорошо понимаю. Но у меня никогда такого не было, чтобы я, например, летела сразу из Кореи, сразу в Японию, или из Японии, сразу в Корею. А сейчас я прилетела из Японии в Корею, и, казалось бы, тут лететь-то полтора часа, вообще ни о чем. У меня такой просто шок был от того, насколько это близко и насколько это по-разному. Да, уравнение жизни, да? Вот именно даже там чистота на улице, тон, с которым говорят люди. И, например, японцы, ну, не знаю, может быть, вы сейчас со мной не согласитесь, потому что вы жили и работали в Японии. Но, по моим ощущениям, то есть, если японцы даже куда-то сильно спешат, они тебя скорее все-таки обойдут, то есть, они не будут в тебя прям, ну, влетать. Да, да, они более воспитанные. Ну, да, у них вот именно личные границы, видимо, они вот прям, да, лучше там тебя обойдут. А здесь, если люди спешат, если все бегут, то там прям вот бегут прям на тебя, могут резко остановиться, например, в час пик, там достать телефон, мы вчера там спускались по какой-то лестнице, смотрились. И остановиться на середине. Да, и просто люди идут, они резко останавливаются, чтобы посмотреть фотки. А там толпа сзади, и все люди идут, и вот из-за этой вот просто девчонок. А за рулем они так же ездят. А за рулем то же самое? А за рулем сдается, потому что больше всего времени я на кафибр, и на гензе торчу, у меня есть два стула. Очень много аниме, и сейчас стало сильно больше, то есть, всегда было много, это понятно. Аниме? Аниме, манги, это просто все, типа, приезжаю просто в город, в аэропорту, в аэропорту, то есть, вроде, все как бы серьезно, а там сразу тебя встречают аниме-персонажи. Прикольно. В поездах реклама манги, на поездах реклама манги, ты идешь по улице просто вот билборды, то есть, тут, например, рекламируют одежду. Да, да. А там аниме-персонажи стали рекламировать одежду. И я не была в Японии, получается, с какого-то, с девятнадцатого года, и я прям шок словила, насколько они там, сейчас этого стало больше. Ну, это продвигают, так же, как здесь айдолы, они поймали свою волну, просто, на чем можно заработать, а там это аниме, видимо. Да, вот сейчас прям стало сильно больше, и, кстати, сильно более туристически стало. Ну, вот именно, зарабатывать деньги. Прям, да. Маркетинг. Ну, неплохой у них маркетинг, я там просто прихожу в продуктовую, все, в аниме-то снимаете, я захожу там печенье, причем какие-то дорогие, типа, серии с макадами. Ну, вот то, что не стоит, да, там, три копейки для подростков, прям, реально дорогие вещи. Там с какими-то Хатсонами, Микву, с покемонами, с Наруто. А поэтому их покупают у меня дочка, как у меня этот, какой-то там хлеб, ну, короче, булочка какая-то, покемон. Там наклейка внутри. Да, да, наклейка, да, да. Вот, она его не доедает, она кричитая. Чистая наклейка нужна, абсолютно. У нас компания пять человек летала. Вот изначально было, получается, ну, сколько пять чемоданов, так все там по плюс одному, плюс два чемодана накупили. В итоге, потому что столько потрачено было денег на все это, аниме очень нужное, очень нужное, не барахло, хотя бы, то да. Жертвы маркетинга, они такие. Ну, а здесь скипопом то же самое все, абсолютно то же самое. Кстати, где результаты розыгрыша из Японии и информация про прошлые розыгрыши? Прямо сейчас в моем Телеграм-канале проходит розыгрыш на, во-первых, серьги Ванен, которые она сама носила, обязательно подписывайтесь. И на розыгрыш огромного количества подарков из Японии. Да, я все еще не подвела результаты, потому что, извините, пожалуйста, я, правда, только сейчас собрала по всем разным квартирам и разным чемоданам, где у нас находились посылки из Японии, ой, в плане подарки для вас. Поэтому я немножко вам заспойлерю. Тут официальные, всевозможные фигурки. Фигурки Шота, фигурки Денжи, огромное количество официального мерча по Геншину. Я молчу про эти потрясающие пакеты за 15 тысяч рублей из японского влога. Потом всевозможные кошелечки с Куроми. Короче, я набрала в Японии просто все, и даже больше, что смогла найти, официальные коллекционные карточки. Короче, просто подписывайтесь на мой Телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше, условия очень простые. Вам нужно просто быть активным моим подписчиком в Телеграм-канале и больше ничего. Самый активный подписчик по результатам, которые покажет бот, самый увлеченный человек, просто получает подарок. Больше ничего не надо, никакой лотерей. Просто будь активным, общайся в чатике, получай награду. Тут прям, ну, очень много всего. Все это будет в Телеграме. А это такой небольшой спойлер для будущего видео. Здесь у нас, значит, будет розыгрыш на официальный мерч с Чимином. Потому что, когда я была в Корее, был Чимоктобарь. Вот такая вот история. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ну ладно, вернемся к маникюру. Так, у нас, значит, все инструменты чистые. Конечно. Все как положено. Все как положено. Я королева карт. Я горячо. Моя систья попа горячо. Прожектора светят. Я звезда-звезда-звезда-звезда. Королева карт. Так, чтобы работали. Быстро, кстати. Я не знаю, сколько прошло. У нас, наверное, 10-15. Хотя мы еще и сидели, болтали больше. Часть этого времени кофе пили. Вообще, мастер действительно очень быстро работала. Поэтому я решила поинтересоваться, сколько вообще делают маникюр в салонах. Вот у нас девушки, когда делают вот этот вот такой прям сложный маникюр, уходят, ну, от 4 часов занимают. Я хожу, когда я делаю такой маникюр, ну, тоже для проверок, для всего. У меня на одну руку, потому что, как правило, делаю наращивание и дизайн только на левой. 54 у меня уходят. А девчонки, которые делают две руки, только на одну, делают часов по 7. То есть у меня подруга, с которой я раньше ходила на обзоры салонов, и она делает сюда две руки, и у нее там реально были маникюры по 7 часов. Один раз она чувствовала, там даже вроде, по-моему, то ли 12, то ли 13 часов сидела на маникюре. Боже, какой умный. Да. А в Корее как с этим? Сколько обычно вообще маник занимает тут? Ой, да вообще быстро. Все, налепили, налепили, и все, и до свидания. Больше двух часов. Не сидят, да? Нет, они не будут так сидеть, да. Я помню, что ко мне приезжала в Москву моя подруга кореянка, я отвела ее в русский салон красоты, но который тоже специализируется на околокорейском маникюре, чтобы человеку уж совсем культурно не шокировать. Но она тогда тоже сидела такая, Алиса, я не могу, два часа уже сидим. Она такая, моя хорошая, два часа тут, это нормально. Но она прям в восторге была от салона маникюра. Это невероятно, б***ь. Потом я спросила, как же стать мастером маникюра в салоне в Корее. Нужно сдать государственный экзамен, выучить там такую книжку, которая, блин, чуть ли не на медсестру, знать там кости и вещи, которые вообще никак не относятся к маникюру. При этом не знать, как делать маникюр без затек, например, да, но кости надо знать. Нет, такие крутые, буквально, но я ни в коем случае там от них оцениваю. Но странно, что они настолько сильно углубляются там в анатомию, но не углубляются в саму историю про маникюр. Довольно-таки сложно сдать этот экзамен. Каждый кореец может сдать с третьего и даже пятого раза. Даже люди, которые преподаватели. Очень все сложно. А еще сложно в том, что на каждую отдельную услугу на лицензии. Ну, например, если я делаю маникюр, у меня должна быть лицензия. Делаю брови, у меня должна быть другая лицензия. Тоже, на бровильника. Не на бровиста, в данном случае на... На косметологу, что ли? Да, на эстетистовую косметологу. Серьезно? Жесть. В Японии вот такого нет попроще. А вообще, конечно, в России, наверное, мне бы было развиться намного проще. Цену за свой маникюр я озвучу в конце видео, но для общей информации о ценах в Корее. Сколько обычно вот в Корее стоит, ну, стандартный корейский маникюр? Я понимаю, что все зависит от салона, но тем не менее. Когда я только к Жанне пришла, Жанна говорит, что она берет вообще по корейским ценам. Да. Я смотрела корейские цены. Вон их, да. И проекция чуть-чуть дороже. Дороже. Ну да, зависит от дизайна. От дизайна зависит. А наши русские здесь девочки за одно тонн берут, допустим, у меня вот на короткий просто одно тонн 55, то берут где-то по 80, по 70. Просто одно тонн, то есть это идет без наращивания? То есть, чего просто вот одно тонн, тем не 80. Переходим к дизайну. Это, кстати, японская. О, да, вижу. А это что такое у нас? Ух ты, какая красота. Что-то серебряное. Сейчас начинается та самая вот история. Местный маникюр делаем. Дизайн. Это такая объемная паста для того, чтобы создавать рельефы. Рельефы, рельеф, ага. Как интересно. Вот такое я ни разу у себя не видела, не делала и, ну, не предлагали мне. А у вас есть какие-нибудь там стразики, вот это вот все то, что вот вы используете? А, у нас как раз сегодня будет. Ой, это прям камни? Это камни, да. Прям вот камень-камень. Обалдеть. Как круто. Ой, да, вижу, как интересно. Это будет, наверное, самый интересный мой маникюр. О, я вижу, да, тут прям вообще много-много всего. Такие штуки, стразы. Теперь мы покрываем вот эту вот часть черным, да, чтобы появился такой эффект интересный. Красиво. Какой интересный лак, кстати, прям супер полупрозрачный. У него какая-то еще вот граммится черная появилась. Это не лак, это... А, это как краска, я поняла. Это краски, да. Я немножко, да, добавляю клея для того, чтобы просто с геля он может, так как это камень, и там... Ага, соскочить. Да, это реально кусок камня на моих ногтях. Вот такой дизайн. Так, мы приступили уже к второй руке. Все у нас очень быстро продвигается. Первая рука уже выглядит вот так вот предварительно, и сейчас вот уже вот почти вторую доделываем. Ой, а чем мы выпрыскать? Это чтобы клей сразу засох. О, да? Нифига себе. Я вот только здесь сижу и узнаю очень много того, что я раньше не знала. У меня мама работает на кинусе, и я в России всегда себе ногти сама делала. То есть я тоже, наверное, это обучилась, вот. Она мне просто давала ключи от своей студии, я туда приезжала, когда у меня клиентов нету. И сама себе ногти наращивала, делала вообще любые дизайны, которые я сама хотела, потому что я рисую. В общем, вот такой вот результат получился. Красиво, пипец. Спасибо большое. Я рада вообще. Мне нравится. Сколько я вам должна? 55 плюс 15, это что у нас будет? 60? 70. 70, да? 70. Собственно, оценивайте корейский маникюр. Ну, что вы думаете, как вам кажется, где корейский маникюр делают лучше? Ой. Очевидно, что корейский маникюр делают в Корее, наверное, лучше. Расскажите, какой маникюр вам нравится больше? Что-то яркое, необычное, с кучей деталей, с наручными ногтями, как делают у нас? Или какая-то вот такая вот эстетика минимализма, как делают у них? Мне, если честно, больше нравятся обгрызанные ногти. Ну, это, наверное, да, это, наверное, наша все-таки эстетика. Потому что, мне кажется, в Корее с обгрызанными ногтями у людей бы случилась истерика. Они бы, наверное, прикола такого не поняли. Что ж, спасибо вам за просмотр И всем пока Короче, мы ходили по магазинам Мы купили корейскую модную одежду, вот Что модно в Корее на 2023 год? Мне на самом деле кажется, кренки так не ходят Прям вот так Ты поправилась Да, все, реально дорого как бы так на секунду